всем моим зрителям пламенный привет мы снова в машине едем по магазинам сегодня нам надо не только в кофланд а также мы поедем сегодня хаммер тедекс я постараюсь там чуть-чуть поснимать если получится вот решили начать делать детскую комнату потому что у нас давно было это в планах когда жили на той квартире мы как-то начинали и делать немножко неудачно конечно но эксперименты всегда нужны всегда важны и как говорится на ошибках люди только учатся вот сейчас хорошо получилось да мы сейчас уже практически доделали оставили столько небольшие нюансы докупить купили деткам стеллажи стол пока стоит тот который смастерил им саша может даже он там так и останется может быть если мы найдем что-то подходящие для нас мы конечно приобретем да если да если скидки под почему бы и нет просто ехать за столом магазин икея он очень далеко от нас находится не там как бы там дороговато я вот так скажу конечно что там и попрактичнее может быть мебель но в данный момент мы не располагаем такими средствами но зачем брать здесь все равно оно да тем более оно так может на 3-4 года тем более это дети я думаю что дорогое тоже не стоит брать лучше будет потом не жалко это выбросить и поменять нежели потом купить и трястись за эти вещи я тоже так думаю еще хотела ответить на вопрос один не помню кто задал но задавали хватает ли нам социального пособия на то что одеваться кушать что-то приобретать ну я скажу так нам хватает чтобы покушать одеться не каждый месяц но можно одеться и не в дорогих конечно магазинов которые там не фирмы типа промоут магазины такие как nike adidas таких конечно нет это там кроссовки одни футболка 50-70 евро стоит да как бы ну и мы не нужно сто лет мы к этому не стремимся за тряпки отдавать такие бешеные деньги главное чтобы оно тебе нравилось оно тебе шло это есть а каждому свое кто как хочет так и убивается кто-то может наоборот такое носить фирменное тоже ничего плохого не ну да как бы в этом тоже ничего плохого кто-то как многие люди все люди разные я например такой человек что я лучше куплю что-то подешевле но поменяю это в следующем месяце или через месяц ну не говори мы берем по ангипотам если остается где-то там что-то надкапываешь хорошие вещи да она стоила 29 евро вот где право а ну и сейчас она теперь снова стоит стоит а я ее за 9 евро взял разница да это не говорит что мы одеваемся там в секонд-хендах еще где-то там куртку я купила это тоже как немножко небольшая на нее скидка была я ее взяла за 70 евро это тоже нормальная цена одежды обувь мы стараемся покупать по интернету потому что в магазинах ну не знаю мне обувь там не нравится а в интернете можно в принципе найти и себе обуви да что еще могу сказать джинсы джинсы да джинсы покупаем мы всегда по ангипотам когда они стоят там евро 20 когда стоят они там 15 вот за такие цены когда конечно джинсы стоит 45-50 евро я не беру такие джинсы даже если они 5 по ангипотам есть хорошие у меня черные оправки фирменные да так что это не говорит о том что мы не одеваемся в фирменных магазинах мы одеваемся но мы стараемся брать те вещи на которых уже есть небольшая но скидка лучше дорогу пока да вот да сейчас буду вам показывать дорогу саша лучше показывать дорогу мы будем разговаривать с вами и показывать вам дорогу потому что я когда блогеров смотрел все время мне как это где-то лучше улице интересно ну не интересно просто на германию посмотреть природу все такое сейчас скоро в апреле начнется все цвести вот там будет красиво все да кстати так и не засняла вам подснежники надо заснять только фотографии вставляла ну и что могу сказать еще то что да денег в принципе хватает но смотря еще как вы едете если вы едете один человек то конечно вам вообще нифига ничего не хватит не на одежду будет еле-еле хватать на еду если вы один едете ну я с ними разговаривал они получают чистыми сейчас скажем сколько 300-370 что ли но это беженцы но они побольше чем мы получаем да там не на много на 20 евро кто там говорит то что они получают 600 евро это конечно это не не верти этому я с ними разговаривал они и каждый все потому что мы получаем 360 там 362 что ли что то такое ну они небольшая разница они 10-15 евро больше нас получают все им платят платят чуть больше это кто один живет ему потому что ему одного на одного на себя все ему труднее у нас дети на них же тоже перечисляют да получается если вы едете с детьми конечно вас это спасет у нас трое детей и считай так я конечно поокругляла конечно чуть чуть меньше получаем но считай за троих мы получаем только 600 евро это только за троих ну получается не считая нас и в основном да живем как бы на детские деньги и от этого мы можем позволить себе купить одежду пусть не каждый месяц но можем себе позволить также Саша берет какие-то инструменты себе я беру какую-то косметику потому что женщина не может без косметики быть а вот ты же у нас нет я не могу вот и так же покупаем деткам покупаем мы и сладкое покупаем но это не означает то что многие там пишут что там у наших детей там будет сахарный диабет а причем если ты набрал тебе на месяц хватает и все да это почему мы там закупаем каждые две недели там как бы сладости это не означает что она у нас заканчивается идеи надо тоже баловать у нас все есть в запасах это если у нас кто-нибудь к нам в гости придет это не будет такое что у нас будет пустой стол нам нечего будет поставить мы поставим много на стол и сладкого и не сладкого так что с детьми кто-то приходит кого-то угостил кто-то с детьми кого-то угостил действительно куда-то раз вдруг тебя пригласили тебе надо ехать а вдруг это воскресенье когда они работают магазины например все дома взял и поехал спокойно же конечно и тоже детей тоже надо баловать я не говорю что там с утра до вечера их надо сладостями пичкать там у нас они в ящике лежат они туда не залазят у нас да у нас как бы есть специальные там полки где у нас лежат сладости но у нас дети не имеют такой привычки сами туда лазить побрать они поедем это Клим иногда забирается да Климушка как Климушка тоже он сначала спросит говорит а можно вот я там видел я бы это хотел бы но у нас какой закон сначала покушать потом уже сладкое не поел сладкого тоже не получил вот так вот да чтобы не перебивать сладостями голод ну и насчет того что он же много может съесть если не поест то он может и конечно потом потом и начнутся всякие болезни он не хочет много ничего и все 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 так что я считаю что детей тоже надо баловать дети не должны быть без сладкого дети не должны мучиться просто потом проблемы организм не иммунитет ничего не вырабатывает не борется ни с чем ну просто напросто мы что в Казахстане да сколько детей мы видели здесь в принципе я таких детей не видела чтобы да этот хотя нет тоже есть тут дети которые что ну как сказать тучные что нет 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 не тучные которые вот не видя долго не видя долго долго сладкого у них аж их трясет потом как дикие нападают а так им они есть есть просто напросто я могу так сказать когда мы жили в Казахстане у нас было сладкого намного больше мы покупали это все ящиками ящиками печенья ящиками конфеты да кто с Кустанайте знает есть такая складская где покупается ящиками мы брали ящиками те же самые баян сулу конфеты у нас никогда сладкого такого не было что стоп а куда мы едем мы едем в Тедокс в Тедокс в Тедокс? да но я была в Кайме по другой дороге если честно а вот поедем в Кайме поедем вот так что у нас никогда не было проблем устанавливать чтобы у нас не было дома сладкого или к нам кто-то пришел в гости нам ничего даже поставят на стол такого у нас никогда конечно не было вот и опять как бы повторюсь то что как там одна девушка мне написала что вы такое ощущение как будто бы сбежали не с Казахстана а типа с Африки мы не сбегали ниоткуда мы просто переехали вы немножко не путайте это мы переехали сюда ради детей я в Казахстане я зарабатывала очень хорошие деньги с моими деньгами тут конечно с моими деньгами ну штуку я зарабатывала у меня тоже с братом фирмы у Саши было с братом фирма свое охранное агентство у них много было объектов они тоже зарабатывали очень много денег и я зарабатывала тоже достаточно просто я немножко с людьми там общался которые занимают должности хорошие они сразу перспектив для наших детей там нету потому что не сидят родственники нигде не в Можилисе нигде для наших детей никто не сделает лучше они будут простыми подчиненными всю жизнь даже если он будет супер отличник супер этот он будет подчинен а над ним будет двоечник сидеть и ты будешь и ты будешь заула родственник приедет его поставят над ним он ни хрена не соображает а в случае чего будет отвечать мой ребенок мой сын и будешь бабки в него вкладывать пока у тебя будут бабки твой ребенок будет разницы нет они заставляют махинаться и все остальное делать но отвечать будет он потом а его родственники выгородят ему ничего не будет это система там такая я думаю возможно все изменится но и надеюсь я на это что изменится да так что приехали мы не сбежали из Казахстана мы работали там очень хорошо но приехали сюда ради детей Казахстане тоже хорошо 43 евро рулон обоев от 43 евро ну 19 от 19 от 19 до 99 где вот эти вот вот эти вот вот березки пойдем этот посмотрим нам надо да на коврике картины по коврике по коврике а у ну подышки может если не за чем 10 евро пойдем эти немного кубики посмотреть да пуховые должны быть я знаю что ты только свою подышку распороть и двух одних двоих их эти ага вон я хотела Ну это, такой-то пазлом собирается. Блин, ну, с ответа такой. Ну? Ну нет. Здесь какие-то детские классные. Музыка 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 Музыка